Всем привет! Это проект «Сево без воды» и я Андрей Байлов. Сегодня мы с вами поговорим о том, что делать, если ваш сайт в целом продвинуть неплохо, но какая-то конкретная категория не продвигается. Подписка канала Ольга спрашивает. Работаю с магазином порядка года. По ряду запросов отличная динамика. Сайт по многим запросам в топ-3, но одна категория товаров с нулевой видимостью. Несколько раз переписывались метатеги, текст заливаются постепенно, уникальное описание товаров. Наращиваются вечные краудссылки, но эта категория мертва стоит, без видимости в Google и в Яндекс. В чем может быть загвоздка? Ну, тут на самом деле много чего может быть. Давайте накидаем вариантов. Ну, и, в общем, как я обычно делаю это на консультациях, при аудитах. Накидываем гипотезы и их приоритизируем. То есть выбираем из них, которые наиболее вероятно стоит в первую очередь порабатывать. Ну, во-первых, я его посмотрел, что в топах по вашим основным категориям и по этой новой категории. Часто бывает такое, что интент, то есть намерение пользователя, как его понимает эта поисковая система, отличается от рубрики к рубрике. То есть одна товарная категория, даже по схожим запросам, одна товарная категория выдает в топах листинги, то есть списки товаров, рубрики, теговые страницы, страницы обного фильтра. А по соседней категории там, например, вылезает и информационка, и вылезают лендинги. Ну, то есть такие странички не с листингом товаров, а больше, ну, там, про такие смежные с услугами, или та же история про товары, но оформлена тоже в виде такой длинной лендинга подобной страницы. И вы здесь можете не попадать по вот этому интенту. То есть ваша страничка может не соответствовать представлению поисковой системы о том, как должна выглядеть посадочная страница. Поэтому посмотрите в топ, и, возможно, в этой рубрике вам нужны другие посадочные, не просто рубрика. Дальше проверьте кластеризацию, проверьте, насколько вы правильно сгруппировали эти товары. Возможно, они у вас не совсем правильно сгруппированы. Дальше посмотрите на текстовую релевантность, то есть вы здесь пишете про ссылки, про описание товаров, а вы посмотрите на рубрики, посмотрите на сделаны ли у вас посадочные под каждую из групп запросов в этой товарной категории, сделаны ли у вас теговые страницы, страницы умного фильтра, сама основная категория, насколько оптимизирована. Вот в этом направлении. В общем, проанализируйте, насколько ваши странички нормально оптимизированы под запрос, насколько они совпадают с тем, что сейчас топят по этим запросам. Огромные шансы, что в этом вы уже найдете кучу моментов, которые можно будет исправлять. Дальше посмотрите на ассортимент. Насколько вам хватает ассортимента именно в этой товарной категории. Потому что если в целом у вас на сайте большой ассортимент, и его хватает для большинства категорий, то вполне вероятно, что в этой товарной категории у ваших конкурентов по топу больше ассортимент, и вы здесь просто проигрываете по объему товаров, во-первых, а во-вторых, проигрываете по запросному индексу, который мы сейчас тоже перейдем. Поэтому здесь проверьте. Если недостаточно ассортимента, то постарайтесь его нарастить. Либо в рамках этой категории, опять же, старайтесь его сегментировать таким образом, чтобы на отдельных страничках теговых или страничках умного фильтра был ассортимент больше, чем у конкурентов. И, в общем, мы переходим к последнему на сегодня пункту. Это запросный индекс. То есть это то, такая совокупность слов-запросов, по которым были показы ваших страниц, страниц вашего сайта. И если у вас основной сайт содержит, ну, то есть уже набрал запросный индекс, и там странички помогают друг другу продвигаться, ну, в том числе страницы, находящиеся, ну, глубже по иерархии вашего сайта, то есть и страницы товаров, и страницы, там, менее важных рубрик, и, возможно, информационные какие-то страницы, уже помогли продвинуться вашим категориям, наполнили запросный индекс, и более конкурентная категория за счет этого тоже вылезает. То вполне вероятно, что эта новая категория пересекается по вот этим, по словам в запросах меньше с вашими другими товарами, с вашими информационными страницами. И нужно проверить, то есть нужно посмотреть, есть ли у вас, достаточно ли у вас запросов, которые имеют какую-то видимость, включающим слова из продвигаемых запросов вот этой одной категории, которая не имеет видимости, и постарайтесь прокачать запросный индекс по этим словам. Самый простой способ это сделать, это сделать информационных статей по этому запросу. Точнее, по запросам, включающим вот эти слова, которые у вас не продвигаются в этой сложной категории. Вот, и через некоторое время, как правило, с мертвой точки сдвигается эта категория и начинает идти. Вот как-то так. Ну и, собственно, по ссылкам. Насчет крауд-ссылок особо на них не надейтесь, толку от них, скорее всего, не будет. А вот по анкорным ссылкам, которые вы будете покупать, ну и, видимо, уже покупаете на продвигаемой странице, то здесь стоит обратить внимание, что в Янносе и в Гугле эта механика отличается, в Гугле вам нужно будет как можно больше веса нагнать на рубрику, скорее всего, ну и на ее там, ну вот эту рубрику, которая категория плохо продвигается, плюс ее основные подкатегории, чтобы он растекся потом дальше. Под Яндекс вам нужно будет, нужны будут вхождения в анкоры, то есть чтобы у вас ключевые слова входили в тексты ссылок на конкретные страницы. То есть недостаточно будет прокачать категорию, нужно будет иметь ссылки на категорию, подкатегории, так говоря, страницы, страницы умного фильтра, ну и если есть какие-то популярные товары, то и на товары тоже. И посмотрите внутреннюю перелинковку, насколько в этой категории у вас корректно отрабатывает рекомендательная система, то есть с этим товаром часто покупают, похожие товары и так далее, и вот там составьте, ну в общем, проверьте, нормально ли это все отрабатывает, действительно ли релевантные товары туда попадают. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.